Привет! Даже не знаю, в какой интерьер могла бы вписаться эта жутковатая голова, но раз есть предложение, значит, на него определённо найдётся свой клиент. Когда всем своим видом пытаешься показать, насколько сильно ты любишь кроссовки, была бы возможность, он бы и всю остальную одежду сделал из них. Нет, это не какой-то там навороченный мусорный бак из будущего. Это огромная колонка, предназначенная для шумных вечеринок. В фактории такой креативный подход нравится, а соседям, наверное, не очень. Бассейны можно создавать в любой форме, но вот почему хозяин выбрал именно образ револьвера, для меня остаётся загадкой. Гриль в виде гроба. Отлично впишется в траурное мероприятие, где всё равно найдутся желающие вкусно поесть. Вряд ли найдётся человек с таким огромным размером ноги, но кто-то всё равно постарался, чтобы этот кроссовок появился на свет. Присылайте свои фотографии со странными явлениями и предметами по ссылкам в описании под видео. Градиент определённо когда-то может захватить наш мир, но начинать нужно с малого, например, с градиентного туалета. Кто-то совместил в одном объекте настольную лампу и мясорубку. Я правильно понимаю, что если крутить ручку, то лампочка начнёт гореть? Видимо, водитель хотел себе автомобиль из назад в будущее. Но легендарную DeLorean купить не получалось. Пришлось собирать машину мечты из смарта, что, в принципе, тоже не так уж и плохо. А теперь представьте, какая была реакция у инженеров, которым дали задачу спроектировать этот дом. Без творческого мышления в таком проекте точно обойтись невозможно. Тот момент, когда у тебя есть два автомобиля, и ты начинаешь задумываться, а зачем они тебе нужны? Ведь одновременно ты можешь кататься только на одном. Пришлось совместить. Гонщики не обязательно должны выглядеть круто и сурово. Иногда в этот спорт можно внести чуточку юмора, чтобы разбавить мрачный образ из тёмных оттенков. Эта машина точно понравится фанатам Марвела и Халка в частности. Фактория требует продолжить тему с образами остальных героев. Даже самые безумные ресницы, которые вы видели на просторах интернета, не сравнятся с этим детищем в виде Хеллоу Китти. Хоть это и выглядит странно, но мастеру стоит отдать должное. Он справился на ура! Эти настенные часы были встречены в одном старинном замке в Нидерландах. Вы всё верно поняли, для их создания пришлось пожертвовать одним несчастным аллигатором. Если эта психоделическая настольная лампа предназначалась для детской комнаты, то я с уверенностью могу заверить, что ни один нормальный родитель не станет пугать своих детей этим... Нечто! Обелиск из сломанных велосипедов – это ещё одно проявление того, что у некоторых особое представление о прекрасном. Ещё один вариант, как обувь можно использовать в качестве сумки. Кто-то решил дать вторую жизнь своим любимым ботинкам. Когда слышишь словосочетание «джинсовая куртка», то представляешь себе немного другую вещь. Но теперь и такой куртец получил право на существование. Эта обувь посвящается всем поклонникам РПГ-игр. В ней вы получаете бонус к атаке ногами, но при этом перемещение становится немного сложнее. Вазы, которые идеально подойдут в качестве украшения какой-нибудь кондитерской. Хотя и на домашних полках они тоже будут смотреться вполне симпатично. Автор фото рассказал, что когда он заметил это кресло из кроликов, то он ещё долго стоял у витрины и с любопытством разглядывал это безумие. Компьютер, который будет идеально сочетаться с вашим чайным сервизом. Если вы постоянно попиваете чаёк во время игр, то пора расчехлять свой кошелёк и заказывать такое чудо. Диван соединился с автомобилем, и появился этот шедевр, который можно просто показывать друзьям на парковке и никуда не кататься на нём. Ведь после пары поездок по улицам его совершенно невозможно будет отстирать. Сумка, которая выходит за грани разумного. Смотришь на неё и не понимаешь, это действительно сумка? Или всё-таки она когда-то была детской курткой? Жители других стран не знают такого блюда, как холодец, но кто-то был очень близок к его повторному изобретению во время попытки сделать желейный салат. Спасибо, что на нашем свете хватает людей с какой-то запредельной фантазией. Ведь только они и способны на создание подобных шедевров. Страсть к азартным играм сложно назвать здоровым увлечением. Но иногда она становится причиной создания интересного тюнинга. Зато мы можем с уверенностью сказать, что пока что он ещё не проиграл свою машину в покер. Этот стул был замечен в одном мексиканском ресторанчике. И его можно было купить. Даже не знаю, в какой момент жизни захочешь избавиться от такой прелести. Чайный пакетик в виде куклы Вуду. Да, чёрный юмор порой переходит все рамки разумного, и мы получаем такое. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Что делать с манекеном, который уже давно у тебя стоит где-то в кладовке? Не выбрасывать ведь такое добро на помойку, ведь из него выйдет прекрасный почтовый ящик. Списанным самолётом можно дать вторую жизнь, если переоборудовать их в подобие автобуса, или же сделать из него полноценный дом на колёсах. Осталось только найти никому не нужный Боинг. Татуировки можно считать полноценным видом искусства, ведь в наши дни именно из-под тату-машинки порой выходят чудеса, которых до этого мир не видел. Могу предположить, что кукурузный авиалайнер находился в каком-нибудь кафе внутри аэропорта. Там его появление уж точно было бы оправданным. А в этом случае Фактория вам предлагает подобрать место, где эта лампочка бы идеально вписалась. Пишите свои варианты в комментариях. Увидев эту фотографию впервые, у меня были весьма смешанные чувства. Я не понимал, мне восхищаться гениальностью какого-то дизайнера или же ужасаться от вида этой обуви. Это не просто карманная гильотина, а полноценные серьги. Действительно, зачем эта вещица будет занимать место в карманах, если она может красоваться на ушах? Кто-то решил совместить в одной паре обуви сразу и кеды, и туфли, и тапки. Возможно, когда представители Adidas это увидят, то выпустят такую обувь в серийное производство. Сумка из дуриана с ремешком из лука. Если для её создания действительно использовались настоящие продукты, то я даже боюсь представить, какой от неё идёт амбре. Мне кажется, что от мощности звука, который издаёт эта машина, она способна ехать с выключенным двигателем. В автомобильной истории много концептов, которые так и не стали доступны массовому потребителю. Перед вами один из таких. Эту идею придумали в 1992 году. Понятно, что вода – это стихия, которая главенствует в уборных. Но зачем же из этого создавать целый морской культ? И ещё один туалетный беспредел. Возможно, фотография была сделана в какой-нибудь филармонии или музыкальном училище. Кто-то придумал способ, благодаря которому мойка автомобиля для любого мужчины станет гораздо веселее. Особенно, если он обожает играть в шутеры. Сперва я подумал, что это очередной ужасный чехол для телефона. Но нет! Перед вами рамка для автомобильного номера. И, возможно, на этой мрачной машине он будет смотреться уместно. Ну, что, автоэксперты, сможете мне назвать, что это за модель такая? Кому-то показалось, что если украсить потолок блюдцами из чайных сервизов, то это будет смотреться просто восхитительно. И как вам реализация этой идеи? Если вы любите носить так много колец, что даже на пальцах не хватает места, то эти солнцезащитные очки были придуманы именно для вас. Кукла в виде инопланетянина, которая у автора фотографии вызвала внезапный приступ тревожности. Это точно не та игрушка, которую хочется купить своему ребенку. Это уже сложно назвать обычным унитазом. Но Фактория знает более подходящее слово, которое прекрасно его описывает. Трон. Глядя на этот деревянный автомобиль, мне тут же вспоминается мультсериал «Флинстоуны». И похоже, что он тоже двигается при помощи человеческой тяги. Да, вы знаете, к чему идеально подойдут эти туфли? К джинсовой куртке, которую мы видели буквально пару минут назад. Чаша, которую можно использовать разве что в качестве украшений. И то большинство людей ее тут же уберут на самую дальнюю полку. Порой начинаешь привыкать даже к дорогущим цепям на шеях рэперов, которые украшены сотнями бриллиантов. И со временем они перестают тебя удивлять. Но всегда можно найти новые способы выделиться. А ведь у кого-то на уме появляется именно такая машина после слов «экологичный автомобиль». Пусть даже он и использует обычный двигатель на бензине. Ну а эту машину уже сложно описать словами. А придумали ее еще в 1969 году. Вот когда действительно любили экспериментировать с внешним видом всего на свете. Есть люди, которым не по душе привычный белый вид унитаза. Поэтому они хотят украсить его всеми возможными способами. Эта скульптура была найдена в отеле во время отдыха. Возможно, это самое удивительное, что автор фотографии увидел за весь свой отпуск. Продолжая тему музыкальных уборных, вот это финальная на сегодня фотография. Уверен, что многие ради интереса бьют ногой по нижнему барабану. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok